Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. Осенью в саду и огороде очень много работы, но подготовку теплицы к следующему сезону никто не отменял. Каждый делится своими способами, сделать это быстро и качественно, но принципы в основном одни и те же, только средства разные. Все сводится к тому, что теплицу очищают от растительных отходов, дезинфицируют и заправляют почву удобрением. Но сделать это нужно грамотно. В октябре еще часто в теплице растут томаты. Они почти не спеют, но, видимо, надеются, что еще потеплеет. Ждать уже больше нет смысла, если теплицы без обогрева. Снимаем и несем их домой. Пусть в тепле дозревает. Удалить растения нужно как можно аккуратнее. Просто их срезать и вынести. На них могут быть споры возбудителей болезней и личинки насекомых. Чем аккуратнее мы работаем, тем меньше их упадет на землю. Только после этого вытаскиваем остатки корней. Тщательно убираем все сорняки, листики, упавшие плоды. Далее, как написано в умных книжках, нужно поменять грунт. Это серьезно. Вот взять и поменять? Холили и лелеяли земличку и на помойку. А чем заполнить? Купить новую и до весны таскать ее в упустевшие грядки? Нет, спорить не буду. Может, это и правильно, но только теоретически. На практике, на такую адскую работу мало кто себя обрекает. Значит, нужно как-то научиться оздоравливать грунт другими способами. А зачем его вообще оздоравливать? Ну, давайте рассуждать. Мы сажаем, как правило, в одной теплице одни и те же культуры. Поэтому из земли уходят одни и те же вещества. И накапливаются одни и те же болезни. И все это раза в три интенсивнее, чем на улице. Пространство-то закрытое. Значит, нужно обогатить почву элементами питания и каким-то волшебным образом произвести севооборот. Кроме того, очистить от спор патогенных почвенных бактерий. Начинаем действовать. Поливаем теплым раствором фитоспорина и накрываем пленкой. Ну, хотя бы дня на три. Чтобы бактерии начали работать. Промываем стенки раствором горчицы или хозяйственного мыла. Стенки, как правило, к этому времени приобретают вот такой жуткий вид. Это значит, что в теплице было слишком влажно. И водоросли обосновались на стенах. Далее приступаем к восстановлению плодородия. То есть, вносим удобрения. Это должны быть очень качественные удобрения, которые полностью восполнят запас по всем элементам. Навоз не используют. В нем много азота, но очень мало фосфора и калия, которые так необходимы тепличным растениям. Я уж не говорю о спорах болезнетворных бактерий. Чтобы удобрения начали сразу преобразовывать почву, нужно грядки пролить водой. Лучше дождевой, а не водопроводной. Использование качественной органики дополнительно привлечет червей, которые сделают грунт в теплице еще плодороднее. Ну и осталось решить вопрос с севооборотом. Если нет возможности менять культуру, то можно пойти на хитрость и устроить мини-севооборот. После того, как удалили растения, заправили грядки удобрениями, высеваем сидераты. Например, горчицу. На удобрении сидераты вырастут очень мощными. Все, что они забрали из почвы, в почву и вернут. Но еще и добавят то, что получили от фитосинтеза. В теплице довольно долго бывает тепло, поэтому семена быстро дают всходы. Когда температура в теплице совсем упадет, но еще будет положительной, сидерату нужно перекопать. И это уже будет последнее действие до весны. Весной в самые ранние сроки не можно, а даже нужно посеять ранние овощи и зелень, которые успеют вырасти до высадки основной рассады. Это и будет еще один этап севооборота. То есть от томатов до томатов или от огурцов до огурцов у нас вырастет, можно сказать, два урожая. Отлично весной растет редис, салат, лук на перу, руккола. Я еще выращиваю рассаду капусты и цветов. Особенно полезно посадить бархатцы, которые дополнительно обеззараживают почву и отпугивают вредителей. Когда на улице установится морозная погода, откройте теплицу. Пусть те личинки и болезнетворные микробы, которые там еще остались, вымерзнут. Например, с белокрылкой трудно справиться без использования химических средств, а на морозе она полностью вымерзает. Ближе к весне постарайтесь накидать на гряды снега. Талая вода очень хорошо действует на полезные микроорганизмы, живущие в почве. Весной еще раз пролейте грядки фитоспорином, и теплица полностью готова к новому сезону. Удачи вам, всего доброго. С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч!